Сейчас по команде главного судьи соревнований генерала-майора Романа Александровича Бенюкова. Первыми стартует команда Китайской Народной Республики. Есть! Нажимает секундомер тренер китайской сборной, главный судья соревнований и танк отправляется на трассу конкурса. Итак, дорогие друзья, первое препятствие, которое ожидает экипаж, это препятствие Змейка. Участок маневрирования нужно внимательнейшим образом механику-водителю пройти, осторожно объехать все установленные ограничительные столбы. Нельзя задеть ни один из них. Напоминаю о том, если экипаж нарушает порядок преодоления любого из препятствий, он направляется на штрафную площадку. 13 штрафных площадок, и так проходит препятствие экипаж танка зеленого цвета команды Китайской Народной Республики, поднимает белый флаг полевой арбитр. Так вот, если экипаж нарушает порядок преодоления препятствий, отправляется на штрафную площадку и выполняет там норматив номер один. Ну что ж, останавливается экипаж Китайской Народной Республики для загрузки боеприпасов. В соответствии с правилами нужно выбраться из машины всему экипажу и начать загрузку боеприпасов. Механик-водитель подает боеприпасы командиру танка. Три штатных артиллерийских выстрела калибра 125 мм. Командир танка подает наводчик, наводчик загружает. И после этого весь экипаж вновь сбирается в машину, заводит двигатель и отправляется на рубеж открытия огня. Выполнение первой огневой задачи по мишеням номер 12. Ну что ж, все, команда на начало движения получена и можно начинать движение команде Китая. Отправляется танк на выполнение первой огневой задачи. Стрельба по танкам, мишеням имитирующим танки, если быть точнее, на дальности 1600, 1700 и 1800 метров. Азербайджанская Республика отправляется на трассу танкового биатлона. Ну что ж, пожелаем удачи экипажу командира танка, прапорщику Гокмаранову Гульмамеду. Итак, мишень в поле, выстрел, команда Китая открывает огонь, цель поражена, разбивается в трепезке. Первая мишень на дальности 1600 метров. Итак, внимание в поле, вторая мишень поднимается и вот она уже стоит. Ну что ж, отличная работа мишенной команды полигона Алапина Западного военного округа. Итак, прицелился наводчик-оператор, мишень поражена, блестящая работа. Наводчик-оператор команды Китая, старший сержант Джунь-Чуньбо. Итак, третья мишень в поле в это же время. Экипаж Республики Сербия отправляется на маршрут трассы конкурса танковый биатлон. Выстрел! Брау! Друзья мои, три выстрела и три пораженных в мишеле. Брау! Первый экипаж Китая. Брау! Ну что ж, хороший результат демонстрирует нам наводчик-оператор команды Китайской Республики. Напоминаю о том, что команда Китая выступает на своем танке. Тип 96Б. Все остальные команды конкурса принимают участие на танках российского производства Т-72Б3. Ну что ж, довольно-таки схожие по тактико-техническим характеристикам танки, как наш 72Б3 и Тип 96Б команды Китая. Но вернемся мы немного позже к тактико-техническим характеристикам. Пока давайте посмотрим на команду Азербайджанской Республики. Загрузили три штатных артиллерийских выстрела и начинают движение, точнее сказать, уже заканчивают движение. Останавливаются на рубеже открытия огня. Красные мишени будут подняты для команды Азербайджанской Республики. 1600, 1700 и 1800 метров. Первая мишень в поле! Ну что ж, с замиранием сердца сейчас все болельщики Азербайджанской Республики прильнули к экранам своих телевизоров, своих гаджетов. Все, кто смотрит нас в прямом эфире телеканала «Звезда». И выстрел есть! Цель поражена! Ну что ж, хорошая работа. Новочек-оператор-прапорщик Мехадзинов Мустафа. В прошлом году лучший экипаж выступил с результатом 22 минуты 42 секунды и поразил все мишени индивидуальной гонки. А их пять. Три мишени номер 12, одна 25-я и одна 9-я. Это будет немного позже, а пока второй выстрел. Красный танк Азербайджанская Республика. Цель поражена! Итак, внимание! Пуле 1800 метров. Мишень красного цвета. Экипаж командира танка Гахраманова Гюльмамеда. Азербайджанская Республика. Ну что ж, нужно собраться внимательно, не нервничать. И с колонным сердцем открыть огонь. В это же время стартует экипаж Республики Беларусь, друзья мои. Желаем удачи белорусской сборной. Первому экипажу третий выстрел. Азербайджан хорошо, точнее сказать, отлично. Можно продолжать движение по трассе конкурса. Ну что ж, а вот и команда Китайской Народной Республики. Танк с первым экипажем проносится мимо Кургана. Слава, давай не посмотрим на время. Отсечка по времени. Первый круг 5 минут 9 секунд. Итак, ЕСЛ прожила. Экипаж Республики Сербия успешно справляется с первой мишенью номер 12. В то время как команда Китайской Народной Республики завершила первый круг. 5 минут и 25, если ошибаюсь, секунд. Итак, внимание, мишень желтого цвета в поле. Экипаж Республики Сербия ведет боевую стрельбу. Наводчик-оператор, младший сержант Нинат Стоянович. Первая мишень поражена. Выстрел! Итак, цель поражена, друзья мои, в самую кромку. Кромку нижнюю, кромку мишени и цель поражена. Фиксирует сейчас поражение главный судья соревнований. Третья мишень в поле Республика Сербия. Мы обязательно посмотрим в повторе, друзья. Второй выстрел, вторую стрельбу команды Сербия. Пока третья мишень номер 12. Самая дальняя 1800 метров. Итак, собраться, собраться, собраться. Хорошо, две мишени поражены. И третья цель! Хорошо, друзья мои, ну что ж, невероятный заезд. Пока на данный момент все экипажи, представленные в заезде. Китай, Азербайджан, Сербия продемонстрировали великолепные результаты. Вот команда Республики Беларусь завершила загрузка боеприпасов. И выдвигается на участок ведения боевой стрельбы. И вот повтор, друзья, мы видим, что внизу, да, внизу было попадание, была нацеплена мишень. Собственно, результат зафиксирован. Это считается цель пораженной. Ну что ж, на экранах наводчик-оператор Нинат Стоянович вел боевую стрельбу. Отличная работа. Сейчас ликуют сербские болельщики. А мы вернемся к команде Республики Беларусь. Итак, первый выстрел был. И вот мишень для белорусской сборной первого экипажа. Цель поражена, друзья мои. Первая мишень поражена. Итак, вторая мишень в поле. Андрей Пакулес. Наводчик-оператор. Цель. Итак, внимание, третья мишень появится уже через считанные секунды, мгновения. И вот она поднимается. 1800 метров. Ну что ж, Андрей Пакулес. Удастся ли справиться с третьей мишенью? Мы видим тренерский штаб сейчас на экранах. Безусловно, все волнуются и переживают. В это же время экипаж Азербайджанской Республики завершает первый круг индивидуальной гонки. Это первый экипаж. Итак, 6 минут 25 секунд. Отстает от команды Китая на минуту 15. Ну что ж, довольно-таки собрано сборная Республики Беларусь. Сейчас наблюдает мишень. И, по всей видимости, прицеливается. Дабы не допустить. Да, дабы не допустить ошибки. Цель поражена. Три мишени. Три пораженных цели. Блестящая работа, друзья мои. Все четыре экипажа отработали на оценку. Отлично. И продолжает движение по трассе конкурса «Танковый биатлон». Команда Китайской Народной Республики, друзья мои, уже выполнила следующую огневую задачу. Мы посмотрим обязательно в повторе. Поразила мишень номер 25. Это мишень, имитирующая вертолет противника. Дальность до цели 900 метров. Стрельба ведется командиром танка из зенитного пулемета. Калибром 12,7 миллиметров. По данной мишени, по данной цели. При поражении мишени номер 25, результативной работе, загорается фаер ярко. Сверкает, дымится и говорит нам о том, что командир танка справился со своей задачей блестяще. Ну что ж, продолжает движение команды Китайской Народной Республики. Благодаря дополненной инфографике в этом году мы с вами наблюдаем обозначенные препятствия. Прошел брод сейчас, поднимает белый флаг экипаж танка желтого цвета, Республика Сербия. Да, на каждом препятствии стоят полевые арбитры и фиксируют правильность преодоления препятствий. Ну что ж, давайте посмотрим на отсечку. Республика Сербия завершает первый круг и результат 7 минут 4 секунды. Отстает команда Сербии от команды Китая первого экипажа на минуту 54. Пока Сербийский экипаж идет третьим. Итак, еще раз мы посмотрим, друзья, в правой стороне экрана вы можете видеть скорость 60 км в час экипажа команды Китайской Народной Республики на прямолинейном скоростном участке движется. Ну что ж, все мы помним, прошлогодний рекорд 84 км в час, как входит в рот красиво. Механик-водитель на танке тип 96В преодолевает его с легкостью, выбирается на противоположный берег. Ну а вот и лихующие трибуны болельщиков Китайской Народной Республики. Ну что ж, для команды Китая остается пройти всего лишь навсего три препятствия и будет завершен второй круг дальнейшего выполнения третьей огневой задачи. Итак, красный танк, друзья мои, в повторе мы видим сейчас, как сбивает столб на препятствии, если я не ошибаюсь, это был Косогор. Эскар, прошу прощения, на Эскарпе сбивает механик-водитель Азербайджанской Республики. Один столб на Эскарпе и придется зайти на штрафную площадку. Ведут загрузку боеприпасов. Командир танка сейчас загружает боеприпасы в зенитный пулемет Корт. Вот установлены на танке Т-72Б3. Все танки командам представлены российской стороной, за исключением команды Китайской Народной Республики. Они на своем танке Т-96Б и команда Республики Беларусь выступает на таких же танках, но стоящих на вооружении вооруженных силах Республики. Итак, мишень номер 25 в поле для команды Азербайджана. Первый экипаж ведет стрельбу. Командир танка, прапорщик Гульмамед Гахраманов. Итак, друзья, ну что ж, для ведения стрельбы, прошу прощения, по мишени номер 25 в вертолет выделяется 15 патронов. Из них 6 с трассирующими пулями. Пока мы не видим, как сверкает ярко фаер. По всей видимости, пока не очень здорово с результативностью у первого экипажа команды Республики Азербайджан. С результативностью конкретно выполнения этой огневой задачи, боевая стрельба и зенитного пулемета. Загорается фаер, друзья мои. Цель поражена. Ну что ж, отличная работа. Можно продолжать движение по трассе конкурса. И в это же время команда Сербии. Первый экипаж остановился для выполнения той же огневой задачи, которую выполняет сейчас и экипаж Азербайджанской Республики. Ну что, друзья мои, прекрасно. Пока не было ни одного штрафного круга. Пока, ну не так уж и много нарушений порядка преодоления препятствий. Но на данный момент мы зафиксировали одно нарушение на преодоление препятствий Эскартка Арманды Азербайджанской Республики. Главный судья в соревновании определит, на какую штрафную площадку зайти экипажу. Ну пока продолжает движение по скоростному участку. В это же время команда Республики Беларусь приближается к участку выполнения второй огневой задачи. Вот и команда Китая на Эскарпе. Очень грозное препятствие. Высота его 90 сантиметров взбирается на эту громадную бетонную глыбу. Машина и продолжает движение. Итак, желтая мишень, команда Сербии. Наводчик-оператор, младший сержант Нинат Стоянович. Цель поражена. Можно продолжать движение. Нинат, Нинат скандирует сейчас трибуны. А вот и мишень, друзья мои, видна на специально подготовленной инфографике в трансляции танкового биатлона. Мишень номер 25 имитирует зависший низколетящий вертолет противника. И вполне реально его поразить из пулемета, установленного на танке, калибром 12,7 миллиметров. Друзья мои, 70 километров в час. Но пока это лучшая скорость, которую показал экипаж Азербайджанской республики. Итак, посмотрим на действия команды Китая. Молниеносно за считанные секунды выбирается из танка. Останавливается, берут боеприпасы и вбираются вновь в боевую машину. Загружают боеприпасы. Синий готов, докладывает тренер белорусской сборной. Командир танка будет вести боевую стрельбу. Старший лейтенант Иван Гус. Мишень в поле. И открывает огонь. Мы видим, как строкочет пулемет. Напоминаю, 15 боеприпасов. Цель поражена. Можно продолжать движение. Продолжить движение можно лишь только после того, когда командир танка доложит на судейскую вышку о том, что оружие разряжено и получит команду на дальнейшее движение. Ну а в это время экипаж команды Китайской Народной Республики. Да, друзья мои, поразил мишень номер 9. Посмотрим в повторе. Девятая мишень, имитирующая ручной противотанковый гранатомет. По ней ведется огонь из пулемета, спаренного с пушкой. Калибром 7,62 миллиметров. На инфографике мы видим, что сейчас на прямолинейный участок движения сборной Китайской Народной Республики первый экипаж ее выдвигается. Нет, 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 друзья мои, прошу прощения. Еще пока остается на месте. Остается на месте. Я поспешил, друзья мои, пока не было поражения цели. Нет, нет, нет. Пока продолжает ведение огня. Есть еще боеприпасы у наводчика-оператора китайской команды. Как раз-таки стрельбу по мишене номер 9 ведет наводчик-оператор. Хорошее прохождение препятствия. Бро демонстрирует нам экипаж желтого танка. Это сборная Республики Сервей. Механик, водитель, младший сержант. Не больше Максимович. Дага проноется мимо трибуны. Азербайджанская Республика. Отсечка по времени. 14 минут 48 секунд. Отстает экипаж от команды Китая. Почти что на три минуты. Уходит на третьих рук. Ох, одним прыжком. Как опасно проходит колейный мост. Очень-очень-очень опасно. Нужно быть поосторожней. Не допустить ни в коем случае травматизма. Безусловно, всем хочется пройти побыстрее. Это препятствие. Но оно тоже очень опасно, друзья. Итак, препятствие в исполнении механика-водителя. Гребенка. И вот сейчас очень сложно. Машина будет болтать из стороны в сторону. А это препятствие участок мин на взрывном заграждении. Нужно пропустить все установленные мины. И вот действия экипажа, действия механика-водителя. Сейчас, друзья мои, нам демонстрирует камера внутри танка. Умаров Амар, механик-водитель сборной Азербайджана. Вот и тренер сборной Азербайджана сейчас на экранах был. Болельщики ликуют, поддерживают свою сборную. Очаровательные болельщицы здесь сегодня, друзья мои. Заряжают энергией и теплом своих сердец. Поддерживают своих ребят, своих парней. Как и поддерживают, я уверен, в Азербайджанской республике. Все те, кто сейчас смотрит нас в прямом эфире, трансляции на просторах сети интернет. Все те, кто смотрит нас сейчас на телеканале. Звезда, болеют каждый за свою команду и поддерживают участников, выступающих в первом заезде конкурса танковых биатлон. Итак, отсечка по времени. Давайте посмотрим сервер. На третьей позиции идет 15 минут 21 секунда по завершению второго круга. Друзья мои, посмотрите, какой повтор демонстрирует нам сейчас преодоление препятствия брод команды Китая. Первый экипаж влетел фактически вброд и также вылетел от него, как будто бы камень заброшенный по воде. Знаете, отскочил от него и выскочил обратно наружу. Ну что ж, хорошая работа механика водителя. Очень подготовленный экипаж, нужно отметить. Но, по всей видимости, команда Китайской народной республики учла ошибки, допущенные в прошлом году. Ох, как сейчас! Завилял, завилял танк сербской сборной после препятствия гребенка. И нужно быть внимательным, пропустить все мины, установленные на участке минозруном заграждении между танковыми гусеницами. Синий танк на экранах. Республика Беларусь завершает второй круг. Белорусская сборная идет на второй позиции. Отстает от китайской команды. От первого экипажа на 2 минуты 12 секунд. Осторожно, внимательно. Ну что ж, тактика белорусской сборной при преодолении препятствий. Действительно, в первую очередь осторожность. Механик-водитель, друзья мои, на экранах. Команда республики Беларусь Сергей Коновалов. Ну что ж, Сережа, вся страна, вся республика Беларусь сейчас болеет и поддерживает тебя лично. Веди, веди свою машину к финишу. А команда Китая, первый экипаж финишировал, друзья мои. Первым в этом заезде. 19 минут 20 секунд результат сборной Китая. Ну что ж, давайте сравним с прошлым годом. В прошлом году лучший результат сборной Китая был 18.57. Ну а сейчас 19 минут и 20 секунд. Все мишени были поражены. Штрафных кругов не было, как не было и штрафных площадок. Ну что ж, мы продолжаем трансляцию конкурса танковый биатлон на телеканале «Звезда». С вами комментатор танкового биатлона Николай Федоров. И продолжает выполнение огневых задач экипаж Азербайджанской республики. На трассе конкурса сейчас три экипажа. Красный поражает мишень номер девять. Что показывает Азербайджан в этом году, друзья мои? Ну просто невероятно. Просто невероятно. Хотя что невероятного? В прошлом году сборная Азербайджана завоевала четвертое место в танковом биатлоне, обойдя команду Китая. Ну и в этом году вы видите, что соперники очень серьезно подготовлены. Каждая команда выступающая сейчас поражает своими результатами. Итак, внимание, белорусская сборная Азербайджанской республики. 90 сантиметров. Смотрите, как легко и просто взбирается сейчас Т-72Б3. На это препятствие продолжает движение. Впереди последняя огневая задача у сборной Республики Беларусь. И это боевая стрельба по мишени номер девять. Дальность до цели. 600 метров. Мишень номер девять. Итак, экипаж сборной Сербии готов стрелять. Пока на экранах азербайджанская команда. Ну а вот и вновь показывают нам сборную Республики Сербия. Итак, какая-то проблема сейчас у сборной Сербской Республики. Нельзя этого делать. Это нарушение явное правил безопасности. Этого делать ни в коем случае нельзя. Вращать башни во время боевой стрельбы. Ну уж, слава богу, боеприпасов для танковой пушки сейчас нет. Ну что ж, пока разбирается сейчас с командой Республики Сербия. Давайте посмотрим на боевую стрельбу сборной Республики Беларусь. Докладывает тренер команды о том, что экипаж готов вести стрельбу. Спаренный пулемет. Калибр его 7,62 миллиметров. Мишень номер девять. Дальность до цели от 600 до 800 метров. Наводчик ведет наблюдение и, обнаружив цель, открывает огонь по ней. Мишени стеклянные. Друзья мои, при попадании даже одной пули сразу же мишень разлетается в дребезги. Итак, опуская ствол. Это говорит о том, что ведет наблюдение сейчас наводчик-оператор. Ну что ж, Андрей Пакулис. Пакулис. Андрей Пакулис. Хорошо. И добивает мишень очередью из пулемета. И можно продолжать движение. Итак, что у нас по времени у сборной Республики Беларусь? 18 минут 15 секунд. Ребята, минута еще. Можно успеть обойти Китай. Сборная Китая, первый экипаж. Ну что ж, мы, конечно же, болеем и поддерживаем все команды. Но, тем не менее, конечно же, очень-очень хочется посмотреть эту яркую борьбу. Борьбу за лидерство в заездах. Андрей Пакулис на экранах. Наводчик. Оператор, как раз-таки, который сейчас вел результативную боевую стрельбу. И экипаж продолжает движение. Посмотрим, какую скорость наберет танк. 50 на данный момент километров в час. Уже 60 километров в час. В прошлом году сборная Российской Федерации установила мировой рекорд. 84 километра в час. Итак, пока без штрафных кругов. Все команды без штрафных кругов. Но единственный вопрос, конечно, какая проблема у сборной Республики Сербия. Но об этом мы узнаем немного позже от главного судей соревнований. Прямо линейный участок трассы конкурса в это время завершает выступление сборная Азербайджанской Республики. Первый экипаж. Итак, 22 минуты и 31 секунда. Друзья мои, ну прошу заметить, что это время, которое отчитывается в трансляции конкурса «Танковый биатлон». Есть еще секундомер у каждого главного судей. Поэтому это время окончательное. Оно может разлиться с окончательным на 1-2 секунды. Но все это по согласованию, все это в соответствии с решением судейской коллеги. Здесь на «Танковом биатлоне» специально поверенные метрологами приборы, приборы, секундомеры. Ну в общем, друзья мои, пока время Азербайджана 22 минуты и 31 секунда. Ну что ж, приветствуем мы сейчас сборную Азербайджана. Молодцы, молодцы с большой буквы. Итак, команда Республики Беларусь проходит бор. Ну что, Т-72Б3 выбирается, выскакивает, выстреливает фактически из брода и продолжает движение. Немножечко остудить пыл нужно, ведь все на пределе. На пределе, конечно же, и экипаж. На пределе, конечно же, и сам танк Т-72Б3. Все выкладываются на полную катушку. И знаете, сказать, что состав экипажа это три человека, это неправда, друзья мои. Потому что танк, он тоже живой. У него тоже есть душа. И он тоже участвует в танковом биатлоне. Ну что ж, и вот красавец. Т-72Б3 продолжает движение, преодолевает курган. Осталось всего лишь навсего два препятствия. Ограниченный проход и препятствия противотанковый ров. Осторожно, осторожно механику водителю. Очень скользко, трасса залита водой, чтобы не было пыли и хорошо просматривался танковый биатлон. Нужно быть внимательным, не допустить заноса боевой машине. А я напоминаю о том, что боевая машина, танк Т-72Б3 весит 42 тонны. Итак, продолжает движение. Хорошо поднимает белый флаг полевой арбит. Не было нарушения на ограниченном проходе. И вот последнее препятствие для первого экипажа. Команды Республики Беларусь осторожно оббирается и выходит на противоположную сторону препятствия противотанковый ров, не задев ни одного ограничительного столба. Я напоминаю, там они и установлены на землю. И висят на специальных подвесных устройствах. Но отлично справился Иван Гулс, командир танка сборной Республики Беларусь. Завершает выступление первый экипаж. Друзья, мы больше по экипажам и деталям зачете не будет возможности показать лучший результат. Итак, Беларусь 21 минута 57 секунд. Ну что ж, соседи немного отстали от экипажа Китайской Народной Республики на 2 минуты 36 секунд. Напомню, в прошлом году лучший результат сборной Республики показал время 21 минута и 25 секунд, при этом поразив также все мишени. Ну, блестящая работа командира танка, наводчика и оператора, механика-водителя. Низкий поклон командирам подразделений, тренерскому штабу. Главе делегации генерала-майору Некрашевичу, который который год приезжает в Россию, представляет команду Республики Беларусь. Итак, на экранах... Итак, друзья мои, команды Республики Сербия разобрались с задержкой. Я уточню сейчас у главного судей соревнований, в чем была причина. Но, тем не менее, мишень осталась не пораженной, поэтому первому экипажу сербской сборной пришлось зайти на штрафную дистанцию. На трассе конкурса танковый биатлон представлено два штрафных круга для того, чтобы экипажи могли быть направлены туда за непоражение целей. Длина одного штрафного круга 500 метров. Душан Стеванчев, командир танка на экранах сейчас Республики Сербии. Первый экипаж, ну да, немного, быть может, не справились с волнением, быть может, была какая-то техническая проблема. Обязательно в этом разберется судейская коллегия, судейская комиссия. Обязательно в этом разберется техническая группа, группа технического сопровождения, друзья мои. И окончательный вердикт будет вынесен уже сегодня после завершения заседания судейской комиссии конкурса танковый биатлон. Ну что ж, выбирается из штрафного круга на прямолинейном участке движения трассы конкурса танковый биатлон. Набирает скорость уже более 65 километров в час. Хорошая скорость, друзья мои. Итак, в этом году, как я уже сказал ранее, введены небольшие изменения в конкурсе танковый биатлон. Эти особенности касаются первого дивизиона. В случае непоражения мишени номер 12, любого количества этих мишеней, экипажу придется теперь использовать дополнительные боеприпасы, тратить на это драгоценное время, ну и тем самым отдалять свой результат. Но в этом заезде, как вы видите, на 12-х мишенях все было прекрасно. Танки были поражены, мишени имитирующие танки противника были поражены все. Поэтому мы не увидели сегодня нововведений в правилах танкового биатлона. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы их и не увидели. Чтобы все заезды были такими же результативными, прекрасными, яркими и действительно высочайшего уровня. Но, как показывает практика, не всегда это бывает. Дорогие друзья, перед ним у нас завтра состоятся два заезда конкурса танковый биатлон. В 11 часов состоится первый заезд. Выступает завтра второй дивизион танкового биатлона. Сразу же просто завершение первого заезда с завтрашнего дня состоится и второй заезд. А вот в 15 часов демонстрационная программа динамического показа возможностей вооружения и военной техники, стоящей вооружении российской армии. Завтра день танковых войск. Посмотрим на огневую мощь танкистов. Пока проходит курган экипаж сборной Сербии. И им остается совсем немного. Дорогие друзья, ну что ж, совсем немного остается завершение первого заезда легендарного, не побоюсь этого слова, конкурса танковый биатлон. Одного из самых ярких и зрелищных родоначальников армейских международных игр. Последними будет финишировать сборная республики Сербии. Мы все так же находимся в эфире телеканала «Звезда». Спасибо, друзья мои, что вы с нами. Каждый день обязательно будет трансляция. Впереди нас ждет много ярких заездов. Без сомнения. Это, конечно же, индивидуальные заезды каждой команды и каждого экипажа. Ну и, безусловно, самые яркие – это эстафета, которые начнутся уже буквально через неделю. Итак, проходит препятствие противотанковый ров. Первый экипаж команды Сербии. Но я напоминаю о том, что было нарушение порядка преодоления препятствий. Зацепили ограничительный столб. И вот как раз-таки посмотрим внимательно сейчас на выполнение норматива номер один – это контрольный осмотр машины. В случае нарушения порядка преодоления препятствий экипаж заходит на штрафную площадку, останавливается, выходит из машины. Осуществляет осмотр машины. Вновь забирается в машину, выходит еще раз, и только после этого продолжает движение. Повтор давайте посмотрим. Как раз-таки зацепил, зацепил. Ограничительные столбы, причем аж три штуки, и поэтому тратит драгоценное время на штрафной площадке. Но, тем не менее, первый экипаж сборной Сербии достойно выступил. Да, была проблема на выполнении третьей огневой задачи. Ну что ж, это, по большому счету, большой спорт, и в спорте все очень непредсказуемо. Друзья мои, встречаем экипаж сборной Сербии. Спасибо огромное всем экипажам за демонстрацию таких прекрасных, прекрасных своих возможностей, подготовки своей. Это был яркий заезд, это танковый биатлон 2020.